МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе в Улисте наблюдается скачок заболеваемости ОРВИ среди детей. В детской поликлинике только за два дня количество обращений увеличилось в два раза. Медики физически не успевают принять такой наплыв пациентов. Все подробности в нашем следующем видеоматериале. Здравствуйте, поликлиника. Какая у вас температура? Два. Хорошо, мы отправляем вас к доктору. Алло. Телефон не умолкает ни на минуту. Самый пик обращений пришелся на понедельник. Но и сегодня, что называется, не хватает рук. После выходных количество пациентов превысило возможности поликлиники. Тогда приняли более 2000 обращений. И, конечно же, время ожидания для многих обратившихся увеличилось, говорят сотрудники колл-центра. В эти дни из-за резкого наплыва заболевших врачи, ведущие прием на участках, приходят на помощь своим коллегам. В первую очередь стараются выезжать к грудничкам, затем к детям до трех лет и старше. Я утром позвонила, и сразу приехал врач-педиатр, оказала своевременную медицинскую помощь. У меня две дочки, 3,5 и почти два года. Врачи у нас квалифицированные, компетентные. Мы периодически обращаемся в городскую поликлинику, которую недавно отстроили. Все новое, красивое. Заведующая 4-м педиатрическим участком Баирна Сунова до обеда работала по вызовам, а после продолжила свою работу на участке. По словам врача, родителям необходимо набраться терпения, ведь педиатры работают с утра и до позднего вечера для оказания своевременной медицинской помощи всем обратившимся. Врачи в очередной раз призывают всех жителей Ристы о необходимости дожидаться выездной бригады врачей дома. В детской поликлинике уже увеличили штат сотрудников, принимающих звонки, разделили потоки здоровых и болеющих детей. В настоящее время в связи с увеличением, резким подъемом вирусных сезонных заболеваний у нас увеличился штат регистраторов в колл-центре, также увеличились неотложные бригады. То есть вызова принимаются до 18.00. По максимуму все они обслуживаются. В первую очередь это новорожденные, дети до года, высоко лихорадящие. Вход в фильтрбокс у нас через главный вход. На улице у нас не стоят родители с детьми. В фильтрбоксе работают два доктора. Также у нас прием ведет врач-инфекционист, высоко лихорадящий. Вход у нас совсем с другой стороны, то есть с боковой стороны поликлиники. Есть такая просьба к родителям, не приходить в поликлинику, вызвать доктора по единому колл-центру номеру, по номеру неотложной помощи и дожидаться доктора. К вам обязательно приедут, потому что прием поликлиники осуществляется плановый. То есть к нам приходят сейчас здоровые дети для вакцинации, для прохождения профилактических осмотров. И нам необходимо минимизировать поток здоровых и больных детей. Конечно, мы никому не отказываем. Приходит фильтрбокс, но хотелось бы также тоже, чтобы ответственность проявили родители. Также необходимо учитывать, что люди в белых халатах ежедневно борются за жизнь пациентов с тяжелой формой COVID-19. В связи с этим на врачей первичного звена ложится большая нагрузка. У меня много родственников, в том числе родная сестра старшая, медработник. Я скажу откровенно, очень большие нагрузки. Я даже не знаю, как они выдерживают эти нагрузки. Я недавно приволела, вызвала скорую. Приехали и проконсультировались. Выписали мне список лекарств. Я сейчас на ноги встала и нормально могу ходить. И благодарна очень врачам. Очень много людей, которые сейчас болеют. Тем более сейчас холодно очень. И с пониманием нужно относиться к этому. Ситуация по заболеванию ОРВИ и гриппу на контроле правительства и Минздрава республики. В аптеках и больницах имеется необходимый запас противовирусных препаратов, масок и дезинфицирующих средств. В школах и дошкольных учреждениях проводятся беседы о мерах профилактики ОРВИ и гриппа. Айна Басхаева, Восточный альянс, Калмыкия. Новый авиаейс Улан-Удэ-Пхукет стартует 20 декабря. Неделю карантина для прибывших россиян там отменили. Есть ли желающие улететь в Таиланд прямо из нашей столицы? И во сколько это обойдется, узнавала моя коллега Ася Касьянова. Где пассажиры? Таким вопросом задавался директор аэропорта Байкал, когда впервые стало известно, что из столицы Бурятии можно без пересадок добраться до Таиланда. Звонков от желающих улететь было немало, говорят в местном турагентстве. Вот только на них все и заканчивалось. Когда у нас появились перелеты из Улан-Удэ до Пхукета, была цена где-то 70 туда-обратно на человека. Но тоже не каждый турист все-таки согласится на такие суммы, потому что на четверых человек выходит уже по 300 тысяч рублей. Пользователи соцсетей писали, что не видят смысла садиться на самолет в Улан-Удэ, ведь из Иркутска улететь в разы дешевле. Однако сейчас ситуация изменилась, уверяет директор аэропорта. Продажи в декабре ведутся очень хорошо. Первые рейсы, которые состоятся 20 и 27 декабря, практически полные. Например, на 20 декабря из 160 мест выкуплено уже 131 место. Практически столько же на втором рейсе 27-го. Также мы видим, что в январе и феврале продажи ведутся очень хорошо. Причина тому – снижение цен. К примеру, в декабре стоимость перелета туда-обратно в районе 50 тысяч рублей. Хотя от соседей улететь все равно чуть дешевле. Но если учитывать дорогу до самого Иркутска, получается, что условия действительно выровнялись. Карантин для россиян сейчас отменили, но часть ограничений все же осталась. На Пхукет могут полететь только люди, вакцинированные спутником ВИ, двухдозным. Нужно пройти обязательно три ПЦР-теста. Один вы делаете до того, как улететь на Пхукет, не ранее, чем за 72 часа. Один делаете по прилету на Пхукет. Получаете отрицательный ПЦР, можете передвигаться по острову. На шестой день сдаете ПЦР, получаете отрицательный, можете передвигаться уже по 17 провинциям, которые разрешены. Мы тем временем спросили улан-уденцев, как они собираются провести свои предновогодние дни и каникулы. И если планируют поездки, то куда? Да, я поеду в Москву к друзьям. Просто в этом году выдалась возможность. Ну, возможно, поеду в Иркутск. А заграничные поездки не рассматривали? Нет, не рассматривали. В Геленджик. В Геленджик, это поездки. Каждый год ездите или вдруг в этом году решили? Да, ездим часто. Никуда не планирую работать. Работать будете? А вообще, каждый год ездите в Новый год? Ой, никуда не ездим, работаем постоянно. Никуда не планируете? Не планирую. А почему? Ну, дома внуки, дети приедут. Поэтому глянчится только все. Побольше снимет запретов и, возможно, простимулирует. Вот все будет зависеть от ситуации ближе к концу года. Из популярных туристических направлений сейчас для россиян открыты Египет, Турция, Доминикана, Арабские Эмираты, Кипр и еще с десяток стран. Ася Касьянова, Восточный Альянс, Бурятия. Праздник к нам приходит, а развлечения нет. Вновь, как и в прошлом году, иркутяне рискуют остаться без ледовой горки на главной площади областного центра. Виной тому сложная эпидемиологическая обстановка. Все подробности расскажем далее. Ветка к ветке на уже установленный 25-метровый каркас прикрепляют одеяния зеленой красавицы. Это искусственная хвоя, световые элементы. Теплый ноябрь позволил подрядчику приступить к монтажу елки раньше намеченного срока. Пока тепло, надо успеть, чтобы этот каркас делать. Ну, почти сегодня заканчиваем этот каркас. Вот сейчас, сегодня, наверное, веткой завершаем и звезду наверх. Ну, это нам краном подумать придется. А вот ледовый городок строить еще не дает теплая погода. Художники ждут установления минусовых температур. Фигуры в этом году снова посвящены персонажам детских сказок и героям произведений Пушкина. Обещают и интерактивные экспонаты, ледяной трон, письменный стол и сани. А вот установка ледовой горки сейчас под вопросом. Виной тому сложная эпидемиологическая обстановка. К слову, в прошлом году главного развлечения на сквере тоже не было. Мы написали письмо на заседание санитарной противоэпидемической комиссии Иркутской области с тем, чтобы они поставили окончательную точку в этом вопросе. Но, вероятнее всего, горки и в этом году не будет, опять же, в связи с ограничениями. Потому что мы не можем контролировать соблюдение дистанции на горке. А если вы вспомните, в прошлые годы горка – это всегда самый любимый аттракцион. И людей там всегда очень много, и маленьких, и больших. И, конечно, ни о каком масочном режиме говорить не приходится. Поэтому, к сожалению, горожанам стоит готовиться к тому, что и этот год пройдет без главной городской елки. Ледовые городки должны быть готовы к 20 декабря. Строительство двух праздничных объектов на сквере Минникирово и на острове Конный обошлось бюджету города в 44 миллиона рублей. Для Бурятии Монголия – братская страна. С нашей республикой соседнее государство связывает история и культура. Для Монголии Россия – это более чем просто соседствующая страна. Нас связывают узы добрососедства. У нас с Россией особое отношение, доверительное и теплое. Россия – это наши давние друзья. Концерт в оперном театре был посвящен и 30-летию основания Генерального консульства Монголии в Уан-Удэ. Монголия – наш проверенный временем, испытанный годами сосед и друг. И совершенно очевидно, что этот юбилей знаковый и одинаково нужный и России, и Монголии. Город Уан-Удэ вносит большой вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между нашими народами. Поэтому не случайно именно в нашем городе 30 лет назад было открыто Генеральное консульство Монголии. Я думаю, что в следующем году мы вместе отметим 55-летний юбилей побратимских отношений. Обязательно. Согласны? И продолжим наше сотрудничество. Ведь между нашими городами очень много родного, близкого. И мы взаимосвязаны с судьбой, я думаю. Монголия одной из первых пришла на помощь и оказала поддержку нашей стране в годы Великой Отечественной войны. В этом году на параде в Уан-Удэ в честь 76-й годовщины Победы приняли участие монгольские военные. В июне этого года народный курал Республики Бурятия посетил герой Монголии, герой Советского Союза, космонавт господин Гуракча, который выступил одним из модераторов онлайн эстафеты «Дружба» 100 лет вместе. И, конечно, для нас это тоже было важное событие. Современная экономика играет существенную роль в отношениях между Бурятией и Монголией. У нашей республики 57 внешних партнеров. И соседняя страна является одним из основных. «Ковид в прошлом году внес определенные ограничения в наши торгово-экономические отношения, но уже в этом году к уровню прошлого года мы выросли на 74%. То есть продолжаем расти. Это говорит о восстановлении и даже развитии наших внешнеэкономических связей. И мы только за». Также в течение года в рамках празднования юбилейной даты Бурятию посещают высокопоставленные лица Монголии. Андрей Слепнев, Жаргаут Сарендашеев. Новости дня. Пещеры Магау на протяжении десятилетий были центром притяжения для туристов. Чтобы сохранить тысячелетние фрески и статуи, в гротах была запрещена фотосъемка. А разглядывать древние артефакты приходилось при тусклом свете фонарика экскурсовода. Но теперь посетители получили возможность оживить древних божеств с помощью своего мобильного телефона. «Сочетание древних артефактов и современных технологий дарит невероятные впечатления. Вы можете видеть Будду из девятиэтажного храма снаружи гротов Магау или летающего оленя». За реализацию проекта «Дополненная реальность» отвечали эксперты Академии Дунхуан. 30 лет назад они начали работу по оцифровке реликвий и исторических документов гротов Магау. Комплекс насчитывает 735 пещер, 45 тысяч квадратных метров фресок и более 2000 расписных скульптур. На оцифровку каждой пещеры понадобилось около трех месяцев. «Сейчас мы проводим серию проверок после того, как закончили цифровой монтаж фресок в главном зале пещеры номер 55. Эти красные отметки – это проблемы, которые мы обнаружили. Мы должны исправить их, чтобы придать росписям исходный вид». Академия также сняла несколько анимационных видеороликов по мотивам фресок. Так, фреска «Джатака король оленей» из пещеры Магау номер 257 стала источником вдохновения для создания мультфильма «Девятицветный олень». «Наша работа пригодилась во времена пандемии COVID-19. С её помощью большее количество людей могут оценить искусство Дуньхуана через экран мобильного телефона. Технологии позволяют им увидеть богатство древнего искусства у себя дома через интернет. Мы также анимировали некоторые статуи и фрески. Это интересный опыт, позволяющий ощутить очарование нашего культурного наследия». С помощью программы WeChat также можно совершить виртуальный тур по пещерам Могау. С момента запуска в прошлом году такой возможностью воспользовались более 40 миллионов пользователей со всего Китая. «За 30 лет мы собрали данные о 230 пещерах, оцифровали и смонтировали 145 фресок, развернули виртуальный тур по 160 пещерам и завершили создание трёхмерной пространственной структуры из них, а также создали 3D-модели из 42-х расписных скульптур». Академия Дуньхуана также работает над оцифровкой культурных реликвий, вывезенных из-за границу. Благодаря этому Китай получил данные о множестве артефактов из музеев Великобритании и Франции. Результаты труда учёных из академии также используются в археологической картографии, охране и популяризации культурного наследия. Екатерина Баглаева, Си Джитян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова